Это инновационный 3D-принтер для еды, а это инкубатор для яиц для разведения куриц. Что у них общего? Их можно поставить в гараже и зарабатывать на них. В этом видео мы расскажем об этих и других необычных станках, а в конце будет настоящий бриллиант, который позволит купаться в золоте, словно скрудж-макдак. Так что смотрите до конца. Обычный 3D-принтер Популярным видом техники для мелкосерийного производства на дому остается 3D-принтер. В современном мире это уже не просто удел гиков, а незаменимый помощник в быту. Стоимость самых бюджетных вариантов стартует буквально от пары сотен долларов. Однако перед покупкой принтера для трехмерной печати стоит помнить, что далеко не каждое изделие, которое вы сможете на нем напечатать, вы сможете продавать. Кому нужны крышки задорого? Изделию, которую можно дорого продать, порой мало быть просто полезным. Оно в идеале должно быть уникальным, авторским и дизайнерским, а главное – решать какую-то проблему. На это нужна фантазия и инженерные задатки, либо хороший выбор ниши. Ведь есть огромные банки моделей, где вы можете получить уже готовые макеты под любое направление, даже бесплатно. От автомобильных деталей, заканчивая узкоспециализированными приспособлениями. Но если кажется, что пара сотен долларов – это дорого, то тогда досмотрите видео до конца, и мы расскажем, как можно зарабатывать вообще без вложений. Настольный вакуумный формовщик. Это устройство работает в паре с 3D-принтером и позволяет создавать формы буквально любых моделей за считанные секунды. Поэтому мы расположили их рядышком, как апгрейд для предыдущего бизнеса. Формы можно использовать для изготовления таких же фигурок, но в массовом производстве из практически любых материалов, в том числе фигурок из шоколада и мыла, тем самым значительно расширяя возможности нашего принтера по окупаемости. При стартовой цене – 500 долларов. Очень хорошо, если у вас есть художественные навыки, ведь вкупе с инструментами выше, вы можете создавать настольные фигурки по мотивам популярных игр или киновселенных, а там уже идут совершенно другие деньги. Сушильные шкафы. Для изготовления сухофруктов или мясных снеков сейчас можно подобрать оборудование под любой бюджет и потребности, начиная от небольших комбайнов, которые дадут возможность открыть небольшое домашнее производство, и заканчивая различными комплексами, заточенными под крупные предприятия. Стоимость сушильного оборудования сильно варьируется от производительности и функционала. Если говорить не о крупном производстве, а скорее об удовлетворении спроса нескольких магазинов сухофруктов или точки по продаже мужских вкусняшек, то будет достаточно бюджета в одну тысячу долларов. Можно попробовать начать вообще с бюджетных решений, которые будут стоить в районе сотни долларов. Делая вяленые томаты или дорогостоящие снеки, вполне можно заработать на более дорогой аппарат. Ну а если вы фанат дизайнерской одежды и просто модник в душе, то следующий аппарат создан для вас. Станок для вышивания. Модное направление, на котором люди зарабатывают неплохие деньги. Даже в социальных сетях полно примеров, когда на подобных станках делают необычные вышивки на футболках и худи, создавая уникальный стиль на весьма обычных и бюджетных вещах. Можно шагнуть дальше, в корпоративный сектор, делать эмблемы, логотипы и определенный мерч, что позволяет брать сразу большой вал типовых заказов, если у вас не так хорошо с фантазией для высокой моды. Сам станок будет стоить от 400 долларов. Дальше разброс уходит в небеса, если уходить на промышленные образцы. Но для старта в гараже и приемлемого качества указанной стартовой цены будет достаточно. А теперь самый взрослый и масштабный бизнес, который можно сделать в обычном гараже. Станки для производства саморезов. Казалось бы, линия по производству крепежа, да еще и в гараже. Это звучит невозможно. Но современные китайские решения вполне могут обеспечить производство саморезов на небольшом пространстве. Стоимость подобного решения будет варьироваться в диапазоне 15-25 тысяч долларов. Но взамен вы получаете высокомаржинальный бизнес с постоянным спросом. Особенно, если есть выходы на строительные магазины. Ведь зачастую вести крепеж с завода выходит дороже, чем купить на месте. Так как стоимость логистики занимает 20-30% от цены изделия. Стоит сказать, что технологическая цепочка может включать в себя разное оборудование. Но в качестве базового выступает холодновысадочный станок, производящий формировку головки и тела, а также резьбонакатный станок, собственно, наносящий резьбу. Оптимальным станком считается оборудование, которое производит около 120 саморезов в минуту. При интенсивном цикле в смену изготавливается 50 тысяч изделий. Что же касается сырья, то тут вид зависит от выпускаемой продукции и возможности оборудования. Например, для крепежа деревянных изделий используются саморезы из нержавеющей стали, а для кровельных работ нужен крепеж из стали высокоуглеродистой. Подбирая расходники, вы сможете подстраиваться под спрос. Бахила-машины Для производства бахил не требуется больших вложений и ручного труда. Для организации процесса будет нужно сырье, обычный гранулированный полиэтилен и расходные материалы вроде резинок. Ну и, конечно, сам аппарат для производства бахил. Китайские бахиломашины имеют высокую производительность и относительно низкую стоимость, поэтому приобрести подобный станок для производства бахил это весьма выгодный вариант для предпринимателя. В зависимости от производительности и модификаций, такие станки будут стоить от 10 тысяч до 15 тысяч долларов. А в эпоху инфекций, если докупить еще и масочный аппарат, то можно озолотиться. Некоторые люди в начале 2020-го сделали многомиллионные состояния, начиная с пары станков. Но не думайте, что поезд ушел. Ажиотаж утих, многие сбрасывают оборудование за бесценок, поэтому вполне можно зайти на этот рынок, если вам нужен небольшой, но стабильный доход. А если хочется что-то масштабнее и с уклоном в строительство, то вот вам очень маржинальный вариант. Пресс для производства резиновой плитки Пресс позволяет делать стильную напольную плитку из резиновой крошки. Она прочная, надежная и долговечная, за счет чего пользуется огромным спросом у всевозможных заведений, спортивных залов, а в последнее время нашла популярность на общественных игровых площадках. Стоимость станка стартует с 5 тысяч долларов, но это деньги, которые достаточно быстро окупаются, если вы найдете себе постоянного заказчика. Правда, важно учитывать, что запах в гараже будет так себе, да и места для хранения нужно дюже много. Но если такими деньгами вы не располагаете, то вот несколько гораздо более бюджетных вариантов и в самом конце вообще без вложений, как и обещали. Плотеры для резки гидрогелевых пленок Гидрогелевые пленки – настоящая ноу-хау последних лет. Чтобы не засовывать тонкие и изящные гаджеты в угловатые чехлы и бампера, многие предпочитают клеить пленки, которые вполне себе способны уберечь дорогое устройство от царапин. Плотеры для нарезки гидрогелевой пленки позволяют нарезать ее под любую из тысяч современных моделей смартфонов и делать это за считанные секунды. Продуктивность плотеров составляет около двух тысяч пленок в день, что в любом случае избыточно даже для коммерческого производства. В обновляемую базу плотера подгружены шаблоны всех возможных моделей телефонов, смарт-часов и фитнес-браслетов. Стоимость такого оборудования начинается с весьма бюджетных 300 долларов. Дальше цена зависит от производительности и удобства управления устройством. Имейте в виду, что в этом направлении, как и в любом хайповом варианте бизнеса, практически без вложений не обошлось и без подводных камней. Компании-производители подобных плотеров для гидрогелевых пленок подсаживают своих покупателей на использование своей собственной пленки с ограниченным количеством порезов и повышенной стоимостью. В итоге для покупателя каждая пленка обходится дорого и материал используется нерационально. Но и тут есть выход. Устройство можно взломать и научить работать с пленками любого производителя. Инкубаторы. Весьма неочевидный и довольно затратный по времени вариант, но прибыльный бизнес. Для начала нужно купить с десяток бройлерных яиц и поместить их в инкубатор, настроив нужную температуру. Готово. На выходе мы получаем 10 цыплят, которых можно выгодно продать. Можно повторить с уточками, либо с другими представителями живности, появляющимися из скорлупы. Цена начинается от 150 долларов за один инкубатор. Желательно купить сразу несколько штук. Расходы идут только на электроэнергию и минимально на зерно, пока выводок продается. А если вы фанат чистоты и просто исполнительный человек, то что насчет специализированной прачечной? Стирка ковров на дому. Вопрос стирки ковров – один из самых актуальных по всему миру. Ковры – это красиво, богато, но и уход нужен соответственный. Поэтому в гараже вполне себе можно открыть специализированную прачечную. Главное – иметь точку для подключения и необходимое оборудование. Нам понадобится пылесос, роторная машина для стирки, автомат высокого давления и центрифуга для сушки. За одну рабочую смену можно постирать до 10 ковров, даже на полупрофессиональном оборудовании. Пылесос можно купить за 10-20 долларов. Он нужен исключительно для удаления крупных частиц. Далее идет аппарат высокого давления, который можно купить от 50 до 100 долларов. Ну и роторная машина с центрифугой обойдутся в 500 и 700 долларов соответственно. По итогу такой бизнес будет стоить порядка полутора тысячи долларов, а средняя стоимость очистки одного небольшого ковра – около 20-30 долларов. Окупаемость получается великолепной, даже при средней загрузке. А теперь давайте поговорим про самый романтичный образ заработка в гараже, какой можно придумать. Станок для гончарного производства. Глиняная посуда и сувенирная продукция ручной работы пользуются огромным спросом и стоят баснословных денег. Так что проблем с реализацией готовых товаров не возникнет. В этой идее только одна сложность – придется с нуля осваивать новую профессию. Делать утонченные вазы и красивые фигурки не так и просто, как может показаться на первый взгляд. Но если вы творческий человек, хотите найти спокойное занятие, которое вполне прокормит вас даже на пенсии, то достаточно гончарного круга да небольшой печи для обжига. Цены вполне доступные, и весь необходимый набор можно собрать за 500 долларов. А время, проведенное с любимой, как в голливудских фильмах, вообще бесценно. Станок-пресс-гранулятор для комбикорма. Фермы с каждым годом становятся все популярнее, поэтому производство кормов – довольно перспективная ниша, которая может помочь обеспечить вас на длительной основе. Ведь комбикорм ест не только скот, но можно делать и высокомаржинальное питание для грызунов, которые есть в каждой второй семье. В сезон урожая закупаем сырье у фермеров по бросовым ценам. А к концу начинаем выставлять комбикорм на продажу, снимая сливки рынка. Стоимость оборудования колеблется в районе тысячи-двух тысяч долларов, которые отбиваются за один нормальный сезон. Станки для заточки и ключей. О востребованности такого производства можете судить сами. На каждом районе висят объявления о заточке ножей за небольшое вознаграждение. Но можно работать и с более сложным оборудованием. То же самое касается и аппарата для дублирования ключей. Это вполне можно соединить в небольшую мастерскую, ведь услуги вполне дополняют друг друга. Вроде принесу ключи, а заодно ножи захвачу заточить. Стоимость оборудования очень доступная. Оба станка выйдут в 200-300 долларов. А рекламировать себя можно через доски объявлений или через соседей. А дальше расскажем про самый перспективный бизнес, на котором делаются очень большие деньги. Если правильно выбрать канал сбыта. Станок для гравировки ЧПУ. Достаточно бюджетная тема, если хотите начать небольшой бизнес. Можно наносить гравировку, просто загружая изображение с компьютера. Лазерный гравер сделает все за вас. Цены на подобные аппараты начинаются с пары сотен долларов. Все в основном зависит от рабочей площади и точности гравировки. За весьма скромные деньги мы можем начать производство сувенирной продукции, затронуть корпоративный сектор, заниматься гравировкой на клавиатурах ноутбуков, не говоря уже про широкий простор для творчества, когда можно делать вообще уникальные вещи. Как и в случае с гравировкой, уникальная вещь, когда ты загружаешь проект и просто ждешь, пока станок за тебя все сделает. Вещь абсолютно уникальная. Все упирается только в вашу фантазию и навыки инженера. Ведь сконструировать из дерева можно практически все. Начиная с примитивных деревянных табличек с фигурной резьбой и заканчивая популярными сейчас детскими домиками, всевозможными деревянными конструкторами или головоломками. Стоимость также разнится от мощности и рабочей поверхности. Промышленные установки могут стоить сотни тысяч, а, например, домашние можно купить в пределах одной тысячи долларов. Пескоструйные станки. Они используются для обработки стекол и зеркал песчаной струей под высоким давлением. Таким образом наносятся красивые рисунки и узоры, которые служат намного дольше обычной краски. Станок достаточно недорогой, и на его покупку вы потратите всего 300-600 долларов. А если взять просто компрессор, чтобы выдувать песком под давлением, то можно открыть небольшую мастерскую по реставрации автомобильных дисков и различных металлических изделий. Выйдет даже дешевле по вложениям, чем работа со стеклами и зеркалами. А теперь самый технологичный и сладкий способ, как заработать денежек. Пищевой 3D-принтер. С помощью пищевого 3D-принтера сегодня можно печатать разнообразные кулинарные блюда не только примитивного состава и сложности, но и вполне себе кулинарные шедевры. В основном в качестве ингредиентов 3D-принтеров пока используются шоколад и кондитерские смеси. Оформление изделий с их использованием по качеству и детализации выходит порой на уровне фотопечати. Это и разнообразные объемные шоколадные фигурки, и плоские изображения и надписи, которые разлетаются у кондитеров, как горячие пирожки. Отдельное направление – декор для свадебных тортов. С помощью телефона можно делать модель жениха и невесты, а с помощью принтера реализовывать фигурки, которыми после украшать торт. Цена на такое удовольствие сумасшедшая. Оборудование окупается за пару месяцев. Ну а последним пунктом расскажем про бизнес-идею для гаража, которую можно реализовать без покупки дорогостоящего оборудования. Достаточно того, что у вас и так есть дома. Без вложений и специального оборудования. Производство дамплингов и прочих замороженных полуфабрикатов, где фантазия ограничивается только вашими кулинарными возможностями. Конечно, есть специальные аппараты. От механических за пару десятков баксов до промышленных установок за тысячи. Но все эти этапы можно проходить постепенно, уже получив первых клиентов. Ведь полуфабрикаты ручной лепки стоят больше, да и спрос на них всегда есть, если используется качественное сырье. Способов заработать, не выходя из гаража, огромное множество, когда целые производственные линии помещаются в одном небольшом станке. Прогресс не стоит на месте. Вам лишь остается выбрать то, к чему лежит душа. Ну и начать действовать. Желаем вам удачи и до встречи в следующих видеороликах. Продолжение следует...